Ну что, друзья, это экспериментальное видео, очередное. Сейчас я буду реагировать на вокал. В общем, один из моих учеников скинул мне ссылку на вокалистку. Сказал, что это было самое лучшее, что он слышал в своей жизни. Самый лучший вокал. И это девушка слепая. Я этого пока еще не видел, не слышал. И вот, собственно, будет моя реакция на данный момент. Сейчас посмотрим, как это все выглядит и звучит. Ну что, погнали. Вы как? Вы готовы? Держитесь? В креслах своих у вас не отлетает ничего пока что? Ну, я вообще-то в предвкушении. Не делал разбора пока что, но вот начал эту историю. Ну, точнее, сейчас начинаю. Как это получится, будет видно. Посмотрим. Ну, поехали. Так, ну это, конечно же, этот, как его там, Американ Айдл, походу. Или Бриттен Гот Сталент. А, нет, это Американ. О-о-о-о, ты будешь петь. Да. Не, она будет угадывать цвета. Окей, как я помню, это девушка из Малайзии, походу. Ща, я, короче, пожалуй, сразу отмотаю, где они там базарят даже. О-о-о, ну, короче, окей. Давайте попробуем сразу к делу, как говорится. Че там ваши эти тёрки. Погнали. Все, отлично настроили. Погнали. Я готов. Я готов. Так, есть немного мурашек у меня. Хороший признак. Могу сказать следующее, что резонаторы работают кайфово. Вот на неё смотришь и не скажешь, что такая глубина может быть, а она есть. О-о-о, ты будешь петь. Отлично. Вот эта история офигенная, когда вокалист может выражать эмоции переходами между голосами. Типа того. Ну, короче, это вот Вайросмит, когда... И так далее. Смотрим дальше. Ну, кайфово, да. Очень хорошо резонаторы работают. Блин, я... Непривычно, короче, мне петь и говорить. Точнее, что-то комментировать. Сейчас попробуем. То есть вот эти все истории... Когда есть резонирование широкое, они всегда трогают очень хорошо. Кайфово. Перешла вообще кайфово. Надо, кстати, взять на заметку этот переход. Довольно-таки красивый. Сейчас давайте-ка еще раз послушаем. Не, не вот этот. Не, не. Короче, была на... Ну, как бы на горле болтинг сначала был, потом перешла на головной, и сейчас вообще вот фальсетом. Здесь она добавила уже воздуха. То есть она комбинирует разные виды вокала. То есть вот эти все истории, они как бы делают голос воздушным таким, легким. То есть мы обыгрываем все качества голоса, какие есть, да? То есть такое плотное звучание, широкое звучание, резонирующее, с воздухом, узкое, маленькое. Вот здесь она снова перешла на такое плотное, толстое звучание. Зацените лицо чувака. Чувак ваще сидит. Yeah? Simon? What's going on? А здесь у нее голос расположен спереди, вот здесь. То есть если он будет там, а здесь он спереди. И обратите внимание, видите, у нее язык здесь такой лодочкой. То есть это позволяет звук держать между языком и небом. Тем самым там образуется такая, как бы, щель, в которую можно звук поместить, и за счет этого она будет резонировать, как свисток, типа. Ну и здесь она завершила снова воздушным. Митя. Ну. Так, Simon, давай. Беги. Что он там делает? Я не знаю. Это Саймон. Это Саймон. Привет. Это было прекрасно. А, ты ее батя? Не понял, что он сказал, но... Класс. Надо было ей еще вот так показать. Что ты хотела? Ну... Еще песню? Ты не любила эту песню? Я просто сказал Супучри, я очень люблю ее голос. Спасибо большое, Саймон. Я хочу ее сыграть вторую песню, пожалуйста. Ну, что сказать? Вторую песню я смотреть не буду. На этом, я думаю, хватит. Что сказать? Прекраснейшее исполнение. Саймон, конечно, не сказать, что он так чувствует сейчас. Но, тем не менее. Прекраснейшее исполнение. Офигенные резонаторы. И из-за того, что она незрячая, я более чем уверен, что у нее настолько слух развит, что она может улавливать супер тонкие детали своего голоса. За счет этого она может его прорабатывать. Соответственно, все вот эти краски, голоса и так далее у нее гораздо глубже проработаны. То есть, конечно же, это годы практики по любасу. Но, в целом, вообще кайфово звучит. Это не самое, наверное, лучшее, что я слышал в своей жизни, но достойно. Благодарен своему ученику, что он мне это отправил. Ну, а вот такой вот разбор получился. Как оцениваете вообще? Интересна такая история? Я вот как-то думаю, продолжать мне такие штуки делать? Я вообще как бы как? Ну, короче, напишите мне, собственно, если все окей, то я продолжу и накидайте мне песен, какие можно в комментариях или в инстаграме, где угодно, какие можно разобрать. Буду рад на все это пореагировать и посмотреть. Еп, тестовое видео, блин, вообще респект этой девочке, девушке, вообще кайф. Ну все, давайте, ребята, прекраснейшего вам настроения, классных дней, приятных ночей, отличного пения, голоса, развития. Все, респект.